А ведь главное это не в этом, что только отрекся, да, совсем не в этом. Тут написано слово «вспомнил». Это как надо было так? Все забудь? Христос постоянно им говорил, мы восходим Иерусалим, и вот Сын Человеческий будет предан, и распнут Его в третий день воскреснут. Все начисто вымело, и в голове ничего нет. Проходит день-два, Христа берут, и вот тут только Его пробило, вспомнил. Потому что Господь же говорил, прежде всего, о Петухе вспомнил-то. Они многое забыли, забыли о Духе Святом намертво. И это мы увидим дальше, когда Петр придет после Дня Пятидесятницы, где он тоже был в Сеонской горнице, будучи исполненный Духа Святого, и он все еще Божье обетование сужает до своего, старое иудейского. Только евреи, Бог евреев. Бог любит евреев. Евреям ни с кем молиться нельзя, и Самарянка это знала. Самарянка ничего про евреев не знала, знала, что им сильно молиться нельзя. Это главное достоинство было. Они по всему миру распространили мысль, что евреям ни с кем нельзя молиться. Это самое главное. Нельзя молиться. А ведь главное-то назначение евреям было в том, чтобы закваской быть мира, возвесить истину о Боге и Евове, чтобы люди отверглись идолам. Я подхожу к концу своей жизни и определенно скажу, что 46 лет занимаюсь в Библии. Это не два дня. И вот когда слышу, что читают на какие-то праздники, вот читали сегодня деяния апостолов, я всегда удивляюсь, что люди, которые назначали, что читать на этот день, видно, они были знатоки Писания, как удачно подобранные места. Почему дальше-то это не пошло все? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто? Ну то есть любое. Почему все сузили? Ой, это апостол сказал, идите проповедую, это Христос. Это апостол сказал. Или это апостол? Да не апостол. Всему миру. Кто жаждет? Ну кто жаждет? Значит, поп жаждет, а я не жажду. Она не жаждет, ребенок не жаждет. Христос сказал в храме к народу, не к попам. Кто жаждет? Иди ко мне, ко Христу, не к попам. Не к архиереям. Все переменял. Архиерея сказал, епископ запретил. Христа-то нету совсем. Иди ко мне и пей. Что пей? Это не колодец самарянский. Там Христос ничего не подавал. Чего же народу-то не сказать, что вспомнил? Нельзя вспомнить то, чего не знал. Есть в народе пословица юморная такая. Труднее все воспоминать, что не знал, да забыл. А что тут вспомнишь, так это еще не было. Вы хотите убедиться? Подойдите к любому храму, люди выходят и спросят. Давно ходишь в храм? Всю жизнь. И не знают ничего про это. Про что я сейчас говорю? Не знают. Твоица вот это знают. Веточки и прочее. Наверное, вербочки там, с цветочками надо украсить. Это чистое языческое понимание о Боге. Бог это святость. Бог это любовь. Он дал нам жизнь. Мы могли не завестись. Не родиться утром и матери нас не было бы. Дал жизнь, чтобы мы пришли в вечность. Человек вечен, он бессмертен. Смерть это только ступенька, переход через порог в другую жизнь. А Петр все забыл. А мы не знали, скажем, наше положение хуже Петра намного. Вот считали сейчас Деяния апостолов. И перечисляется. Критяне, аравитяне. Это где люди, откуда пришли? Или говорит прозелиты. А спроси, кто такие прозелиты? Да ведь никто не объясняет. Прозелитизм означает проповедь. То есть патриарх Алексей все время говорит, что мы не согласны, что католики занимаются прозелитизмом на нашей канонической территории. Это его выражение. То есть проповеды. Прозелиты, те, которые обратились от проповедей, пришли. Никогда не слышали, не пришли. Где твои прозелиты? Ну, не сегодня, вчера, может быть, было. Мы должны быть окружены прозелитами. И что? И они стали тогда слушать, что священник считает длинную молитву, еще подобного. И все стали славить Бога. И слышали их, говорящих о великих делах Божьих. Явление Духа Святого в том, что стали... А кто с ней говорящие? У них можно было бы все отнять. А просто это говорящие. А у нас Церковь Пронославная, кто такая? Великая молчальница. Ее так и называли. Великая молчальница. Да еще есть такой затворник, молчальник. Это не незнание Слова Божия. Это умышленное извращение Слова Божия. Это крылья смерти, тьмы, ада распростерлись над землей во тьме. Дух Святой сразу напомнил уста. И слышали всех, откуда пришел ты Алтайский, Кемеровский, перечисляет там... Посмотри сколько. И все говорили, они не слушали. Почему? А чего слушать? Так это Бог мне уже сказал. Бог каждому вложил в сердце. Они не знали. И вдруг начали говорить, как вчера считали, Илдат и Мадат не пришли. Двое встали. И те начали пророчествовать. И как встали их Анатасию? А они за нами не ходят, запретили. Ты о моей славе ревнуешь? Ты, может, на православной церкви ревнуешь так? Мне обвинение, что я употребляю сейчас это слово старообрядцы. Мне, вроде, не надо завозить. Мне что положено в сердце, то я говорю. Учителя говорят, вы все время против учителей. Патриархийные говорят, вы все время против патриархийных. А про коммунистов не надо. Я их на каждом шагу подаю. И масоны, и евреи говорят, и мусульмане. Почему я ни с кем не советуюсь? Я дома на коленях у Бога прошу, что сказать? И слово старообрядчество, это не какая-то группа людей. Это в нас. Привычка держаться за устаревшее. За законническое. За плотское. А не то, что какая-то группа людей, где-то она собирается. Я не это имею в виду-то даже. Не надо переживать белокреницким. Или видеть, где собираются другие древние православные или беспокофцы. Я говорю о том, что нет света евангельского. Нигде не написано, подвязайтесь за веру новообрядческую, старообрядческую. А подвязайтесь за веру евангельскую. В данном-то звучае стихтантов намного правее нас. Они не церковь. Вся беда-то в чем? Они прямо берут из Евангелия. Они не понимают много. Извращают. Но они берут из Евангелия. И им есть что вспоминать. Нам не отрицать надо, а доброе брать. А мне сегодня, я смотрю, вот я арт-пест и проповедовал. Он не поминал старообрядцев. Ты знаешь его жизнь, арт-пест. Это радио проповедных комментаторов. Он никому в общем не принадлежал. Его задача была возвестить людям живое Евангелие. Он конкретно ни на одной душой не трудился на всей жизни. Ты что сравниваешь с этим? Я задаю вопрос. А за что пророка Исаию перепилили? За то, что всех назвал садомскими да догоморскими. А что с Иеремией было? Ты маленько, считай слово Божие, думаешь. За слово, за язык притянули его. И если мы сегодня услышали, иди ко мне и пей. И что? У каждого слушающего из щерева, то есть из языка, потекут реки воды живой. И ты сразу подумаешь, я источаю эти реки воды живой. По телефону или в письме от тебя везде будет эта река живой евангельской силы, Духа Святого. Или нет этого? Цел день проработал, провозился, ты хороший работник, замечательный стахановец. Но Евангелие должны рядом с стахановцей пьяницу услышать от тебя. Если этого нет, значит ты воды сам не испил. Есть такое выражение, что на реке воды живой текли надо моря пить. И поэтому любая наша встреча, с кем ты ближе, всегда должна заканчиваться этим. А что ты сегодня считал? Брат, поделись, сейчас я слышу, что сегодня считал это? А я занимался с внучкой, мы такое заучили. Благословен Господь. Я услышал знаемое, и они обратили на это внимание, я сразу уходил в себя. Я обратился в Латвию. Я сразу начал изучать, еще не по Латвии, только границу пересек, и стал прислушивать таких речей. И изучать в первый день пошел первое, что я купил, а все, в кармане 6 рублей. Учебник латышского языка. Мне нужно его знать. И мне сразу же подарили на латышском языке вот такие маленькие, в три пальца шириной и длиной, как солнышки, на которых отдельные места. Иаков 4,4. Я знаю, учу язык, и одновременно польза для души. Вы детей вооружите этими маленькими картоночками. По одному стиху давайте им. Вы не пожалеете, дети вас будут любить. Дети будут послушные. Дети будут смиренные. Они будут говорящими. Где Дух Святой, там реки воды живут. Притом она речь идет не о священниках, а о всех, кто был в храме. Нельзя вспомнить, чего-то не слышали. Люди, оказавшиеся за рубежом, за рубежом, они не могли вспомнить то, что в России им не преподавалось. Поэтому так легко стали рассеиваться. Люди, которые слышат евангельское слово, если душа живая, они ухватываются за него. Но если он знает истину, он даже толкование сектантского сразу разобьет на счастье и покажет, в чем они виноваты. Это его знать надо. И почему написано «Поучайся день и ночь». И вот тогда будешь, как дерево при потоках вод. Вот она вода, как я течет, которая рожает. Лука 24,8. И вспомнили они слово его. А в чем? О воскресении, о страдании. Вы знаете, что память людей, она очень ограниченная. И поэтому ее все время надо будить. Некоторые не знают, сколько жить человеческой. Вот секунда. Раз, два, три. Если человеку жизнь 70 лет, то за 70 лет человеку надо вот так отсчитать 2,2 миллиарда секунд. Запомните, две двойки. Через запятую. Но каждые секунды должна нести в себе информацию о Христе. Поиск Христа. А на шок прославить его. Если ты этого не знал, на сегодняшний день тебе вспоминать было нечего. Но когда я тебе сказал, то одна секунда может решающую роль играть. Спаси. Успел сказать. Прости. А если не знаешь еще, христиан выводили на арену церковь, и они поднимали один перст, ни два, ни три. И кричали «Крестус выгна!» А вокруг, на стадионе, как сейчас, во время игры в футбол, тысячи, и верят все по-разному, и хуминизм, 500 божеств в римском пантеоне. А христиане поднимали перст и показывали один бог в мире. И это означает «Христос царствует». У мусульман «Аллах Акбар». Они идут в бой. Дома везде «Аллах Акбар» – это «Аллах Велик». А это означает «Христос царствует». Запомните эту фразу «Христос царствует». Все, успей крикнуть. Он царствует где? Здесь, на арене, где львы рычат. Вспомните это. И Петр вспомнил. Я хочу вам что-то заложить сюда и пробудить то, что, может быть, подзабыли уже. Иоанн 2.22. Сначала про луку 24.8. Они вспомнили. Один миллиард мусульман не могут вспомнить, что Христос умер. Они говорят, он не умер, он живьем взят на небо. Ведь не ходит заблуждение. А раз не умер, значит, вы во грехах. Павел говорит, если Христос не воскрес, то мы еще во грехах, пропасть наша щепна. А он не мог воскреснуться. Сначала надо было его убить. А раз он не воскрес, страданиями своими у нас не искупил. И, значит, никакого Духа Святого мусульману и быть не может. Это плотские люди. Они строго держатся своего закона. Один миллиард людей на земле, мусульмане, которые не вспомнили. Один миллиард буддистов еще не вспомнили. Им никто не донес. Им нечего вспоминать. Какое огромное поприще перед нами. И православные-то не знают этого. Поэтому как можно сказать, что я старый, я не нужен, я больной? Ты как раз и нужен своим опытом. Ближе к другим. Вы когда двумя оставляетесь одним, кто-то начинает кого-то обсуждать. Не позволяйте это. Давайте Евангелие прочитаем. Мы уже все друг друга обсудили. Многие друг другу ни разу не убили, а косточки перемыли на десятки раз. Ну давайте почитаем. Как Дух Святой все-таки приобретается? Меня очень удивляет, как Серафим Савовский монах мог дойти до той мысли, что главная цель жизни – стяжание Духа Святого. Стяжание, приобретение, умножение. Может, он и не говорил эти слова, может, ему их приписывать, я не знаю. Но я беру так, как сказано. А это самое главное. Потому что то, что я принял Христа, что я уверовал, что я живу во Христе, это все ведет к Духу Святому. Дух Святой – это завершающая стадия. И в конце Библия заканчивается, и написано, и Дух, и невеста говорят – приди. И дальше – кто жаждет – приди ко мне и пей. Этим заканчивается Великая Книга, Книг Библия. Вы вспомните это. Иоанн 2,22. Когда Он воскрелся из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это. И поверили Писанию, и Слову, которое сказал Господь. Надо вспомнить, и Слову этому поверить. Вот занимаетесь дома с детишками в классе улицы, пока он сейчас собирается отрестать, в это время в дверях, так и выпущен на улицу, что мужчина еще читает последнее слово какое? Вспомнил? Вспомнил, напомнил. Тебя не будет живым. Дети будут вспоминать, а они своим детям это передадут. Сделайте Слово Божие говорящим. Дети будут говорящими. В первую очередь, ты будешь говорящим. И тебе, знаешь, как-то легко будет? Чтобы дети во двор даже не выходили. Они вспомнили Слово, и сразу вспомнили. Выходя на улицу, надо перекреститься. Ни один ребенок, чтобы за порог ноги не ставил, а сказал, отрекаясь сатаныевских дел его. Отец, благослови. Я пошел на улицу. Чтобы слово родительское благослови окутывало детей. Благословляю, чадо. Из церкви вернулся, а то же самое. Из храма вернулся, из школы вернулся, пошел. Три поклона к отцу матери. Благослови. Дух Святой да сохранит тебя. Понимаете? Вот так рождается домашняя церковь, говорящая. Деяние 11,16. Тогда вспомнил я Слово Господа, как он говорил. Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Православная церковь не вспомнила до сегодняшнего дня. И это говорит кто? Петр. Уже исполненный Духом Святым в день Пятидесятницы. Пришел, ему надо идти к Корнилию, Бог зовет. Не пойду, это язычники. Он чисто старовер, еврейский старовер. Потому что там было сказано, не сообщайтесь. И он там все и не сообщает. Он на крыше стоит, и ждет, когда там ему приготовят лепешки. И в это время с неба сосут. И он все еще откликается. Уже видение. Он все еще. Я чистый, я же другим не знаю. За колеи ешь. Устамый ничто нечисто. Это старовер 100%. На это имя не надо обижаться, а в себе его искать, этого старовера. Петр это настоящий старовер был. И чем закончилось? И Бог говорит, не посчитай нечистым. Бог очистил. Зачем тебе нечистоту тянуть? Для чистого все чисто. А для нечистого нет ничего чистого. Он все время везде выяснил эту чистоту, чтобы свою чистоту показать. А ее там и нету. Ты бы не искал. Чистый человек не чистоту ищет, а ищет, как показать Христа людям. Эту великую радость общения с воскресшим Сыном Божиим. И тогда, как будете крещены Духом Святой. Он вспомнил это тогда. Сам уже крещен и все забыл. Вот это состояние вообще необъяснимое. Какую закваску старую можно заложить в человека было, что даже Дух Святой его не мог размолотить. И наконец-то вспомнил. Возвращаются те люди, которые остались. Они не были с Петров, но стали упихать. А ты ходил и ел. А с ними молиться нельзя. А ты за столом был. И Петр припоминает слова Христа, к этому добавляет видение, к этому добавляет, что Дух Святой сошел. И те собравшиеся люди смотрят на Верховного Апостола, вздохнули, да, наверное, все-таки принимают. И Дух Святой не может размолотить в староведческие мозги. Он не может еще сделать, потому что тут надо шаг самому сделать. Господи, твори во мне все новое. Я вчера на эту тему говорил. В обновленной душе рождается это. Отвергни от себя это. Где бы не слышалось слово Божи, бегом беги. Ко мне приезжал дядя Гоша, фамилия Литых, из города Акарска, Красноярского края. Слепой. Он в 6 лет он слеп. Нес еду отцу, его сбило потоком, и глаза песком засыпало, и у нас как у него бензинки, а у него ничего нету. Смотрит дерьма. Один из Геннадий у Фастова был, когда говорит, я его границ, знания не мог определить. У нас не знание нельзя, а он знание. О чем бы я ни заговорил, он знает. Любую поэму нацина считает наизусть. Обновленческое движение, там в Мушкино поэзию, искусство все знает. И службу знает наизусть, и все жития святых. Почему? Слепой. И он узнал, мою беседу послушал, и слепой, а тот и приехал, два раза приезжал, два раза, чтобы побеседовать. Для меня это потрясение было. Один раз приехал без сопровождающего, с вокзала, через линию, чужие люди перевели. И он опять меня нашел. Жажда неимоверная. Я говорю, как случилось, что вот мы все знали, где бы ни была какая беседа, я услышу, если я обязательно пойду в клуб какой идет, где собирается неверующая, какое-то лектор знания, общество, я везде старался попасть. Я каждый раз находил голод, и он все перерабатывал в духовное. И пишет стихи, кладет печи, и дом построил себе своими руками. А мы с двумя глазами, с двумя ушами, но без головы. И все еще на что-то ссылаемся. Ссылаться надо на то, Духа Святого потерял или даже не имел. Забыл про Дух Святой. И тогда начало покаяния, вот сегодня начинать с этого. Выкинить сердце все, что у тебя есть. До кого-то недовольство. Вот они и довольны, был язычниками, они мешали. Ну и все, самокусе сидит на этой крыше. Ждите лепешки, когда тебе приготовят. А когда Дух Святой раскрыл ему все, пошел тогда, пошагал. Его не на машине повезли. Первая Маковейская 10.46. Выслушав эти слова, они поверили им и не приняли их. Ибо вспомнили о тех таких бедствиях, которые нанес Дмитрий и Залитянам, жестоко притесняя их. То есть, надо вспоминать и беды. Я слово вспоминаю, объясняю. Какие нам нанесли коммунисты? Какие беды нанесла сама церковь православная и проповеда? Это надо все помнить. А зачем они вспомнили? Они вспомнили это все. Я слово Божие беру. Не забывайте это. Наша страна, российская, получила от Бога столько, сколько не получили полмира. Шестная часть суши. Говорят, что если бы вся вода в мире исчезла, вся пресная, а остался водить только одно озеро Байкал, и все 6 миллиардов людей пили, а там бы не пребывало, просто стояло на месте. На 40 лет хватило бы этой воды. Самое глубокое в мире озеро пресной воды, полтора километра почти. А какие соболя, какие леса, какие кедры, какие залежи. Все абсолютно Бог дал русским людям. Славьте Бога. Нет, еще хватали, и хватали дальше. Милляния, Польша, на юг пошли. Безумие. И Бог отнял все. И священников убивал, храмы разрушил. И опять неуразумились, опять то же самое. Вспомните Слово Господне. Кто сделал зло? Ты не забывай молить, чтобы опять туда не попасть. Книга Сераах 13, 12. Не сажай его по правой стороне от себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться, и ты со скорбой вспомнишь о наставлениях моих. Если человек ворождеет, остерегайся. Не сажай его около тебя. Много не доверяй, рано или поздно тебя спихнет. Вроде бы он сегодня хорошо, но в нем, как медь, ржавеет злоба. А это может обо мне сказано. Это обо мне эта злоба. Понимаете? Сколько рассуждений, верующие, ничего этого не знают они. Они понятия даже не имеют. А кто это дает? Дух Святой через Сераха, Гудреца. Это надо все помнить, держать. Никогда не голосовать за этих извергов рода человеческого, которых она, ими патриарх Тихон, предал коммунистам. А только проси Господи, когда молились президента избирали, дали хорошего правителя, про дневирное время, и чтобы хорошие у него были советники, чтобы отмечание смерти спас его Бог. Но чтобы еще пожить немножко, пропать, чтобы звучало. Вначале говорит, а у него же одна еврейка. Да, еврейка? У нового президента. Да он теперь и сам вроде еврей. Не знаю, а если так? Так евреи-то нам и евангелие дали принесли. Евреи верующие, православные. Вы заботитесь. Евреи, которые не признают Христа, икону саловать не будет. Те обидумяют. С ним вот, я с дневного президента, икону целую, и два священника стоят. Уже он не иудеи. Ну, ты порадуйся хотя бы этому. И скажи, чьи-то молитвы Бог услышал. А теперь, к нему как-то бы подойти, даже сказать, чтобы он живое евангелие знал. Книга Тавит 8.2. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу и положил в сердце печень рыбы. Когда у нас беда, горе, надо вспоминать о рецепте, который Бог дал. Сегодня много разных писем, там, изоши, лещебные письма, выпускают. Речь идет не о двух экземплярах, а сотнях тысяч. Почему народ больной? Откуда болезни? Я в Писании нашел только один источник болезни. Грех. За грехом идет болезнь. Из-за того, как многие больны, немало умирает. Людям как говорят, ты болен? Сходи, исповедуйся, причастись. Причастись. А вот наоборот, от этого ты болеешь. Многие больны и немало умирают. Отчего? Недостойно причащаются. А вспомнить о теле Господнем рассуждать, что он умер за мои грехи. Христос воскрес. Христос вознесся, и Христос дал Духа Святого. И в этот день Пятидесятницы, день воспоминаний обо всем этом, Петр забыл. А можешь и помолиться, Господи? Пусть Петр за нас помолится там. У него память была слабенькая, а тут, вдруг ты пробудил, он все вспомнил, что надо идти, благовествовать, жить в любви, и вчерашний день вспоминать его, как будто бы и не было. Этим путем прошли апостолы, и их евангельское слово достигло и нас. Да будем мы истинными последователями Христа, движенными Духом Святым. Аминь.